Теперь газ появится и в ауле Верхняя Тиберда. Газопровод в этот населенный пункт был проведен несколько лет назад. За последние два года по улицам были проложены порядка 10 километров уличных газораспределительных газопроводов. Мобильный офис компании «Газпром» газораспределения «Черкеск» позволяет жителям высокогорного аула, далеко не уходя из дома, подать заявку на догазификацию. О том, как проходит процедура принятия заявки, узнавал Алихан Лепшоков. Раньше в холода нам приходилось топить дома с помощью дров, но теперь мы надеемся, что газ придет в каждый дом, отмечают жители аула Верхняя Тиберда. За два года на улицах были установлены распределительные газопроводы, что позволит теперь людям к ним подключиться, чтобы в домовладение пошло тепло. Мобильный офис компании «Газпром» распределения «Черкес» дал возможность жителям аула, не отходя от дома, подать заявку на догазификацию. Догазификация, напомню, предполагает доведение газовой инфраструктуры до границ земельного участка. И до недавнего времени проведение работы внутри земельного участка было заботой абонента. На сегодняшний день в республике принято две меры поддержки, которые упрощают эту процедуру, в том числе финансово. Во-первых, это постановление номер 99 правительства Карачао-Черкесской республики, согласно которому абсолютно для всех заявителей подразумевается строительство газопровода от забора, от границы земельного участка до стены дома. Второй вид социальной поддержки предоставляется для 13 категории льготных граждан. Это позволит жителям воспользоваться со субсидированием для проведения газа внутрь домовладения, куда входит оплата необходимых материалов и газовоорудования. Жители с радостью уверяют, что работа мобильного офиса намного облегчила задачу в плане подачи заявки. Надоело уже, наверное, дровами топить газ. Все ждали газ. Сегодня подаем заявление. Очень благодарна, что газификация идет у нас в селе. Очень рады, что у нас приехали Газпром и нас обрадовали, что они приехали, которые не могут ехать куда-то. Мы благодарны всем. Сотрудники компании «Газпром газораспределения Черкеск» подчеркивают, что каждый может подать заявку, и для них будут построены распределительные газопроводы. До холодов осталось совсем недолго, и поэтому жители аула Верхняя Тиберда ждут подачу газа с нетерпением. Прежде всего, по мере готовности абонентов, до конца октября мы планируем осуществить пуст газа в данный населенный пункт. И те жители, где еще не проложены газовые сети, могут подавать заявки. Распределительные газопроводы будут построены, и также осуществлена дегазификация этих домовладений. Наряду с этим в соседнем городе-курорте Тиберда также ведется прием заявок на дегазификацию. Всего по улу Верхняя Тиберда была принята 21 заявка на дегазификацию. Важно отметить, что заявку также можно подать и электронно через сайты госуслуг и компании «Газпром газораспределения Черкеск». Олег Ханепшоков, Олег Малхожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район.